МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» обзор наиболее заметных событий рязанской жизни. Сегодня и накануне у нас случилось многое. Полицейские принимали роды, очаровательные барабанщицы маршировали. Не обошлось, к сожалению, и без трагических известий. Коротко о главных темах. Тела в прудах и под колесами поезда сразу несколько чрезвычайных происшествий пополнили криминальные сводки. Будет начальником ГИБДД, младенец которому помогли появиться на свет два рязанских дорожных инспектора, просто обязан в будущем стать офицером. Как сдают в середине мая, все водители-гастарбайтеры обязаны обзавестись российскими водительскими правами. А теперь обо всем подробнее. Вчера на железнодорожном переезде в центре Рязани поезд насмерть сбил пенсионера. Этот самый переезд в районе центрального спорткомплекса отнюдь непросто, точнее сказать, опасен для перехода. Он расположен как раз после крутого изгиба железнодорожных путей, а потому не каждый успеет добежать до безопасного места. Особенно, когда грохочущая громада поезда стремительно надвигается. Тут остолбенейшая и оцепенейшая. Это ощущение знакомо многим, у кого рельсовый переход стал частью повседневного пути на работу с работой. Были в Рязани и другие ЧП, о них в материале Оксаны Тебенихиной. События нашего города и этой весной напоминают о временах разборок 90-х годов. Правда, о криминале речь пока не идет. Вчера около часа дня в Рюминском пруду возле Центрального парка культуры и отдыха был найден труп женщины. А буквально через пару часов жители Дашков обнаружили тело мужчины в пруду на улице Тимакова. Пока у следователей нет никаких подробностей. Лишь предварительно нам сообщили о том, что следов насильственной смерти ни в первом, ни во втором случае не обнаружено. Мужчине и женщине на вид 40-50 лет. Женщина была одета в легкую одежду, в легкую курточку. Мужчина был одет в теплую одежду. Явных признаков, внешних признаков криминального характера смерти обнаружено не было. Вообще сейчас очень напряженное время с точки зрения спасателей. Тончайшая кромка льда на водоемах становится настоящей ловушкой, особенно для беспечных детей. Поэтому родителям надо проявлять особую осторожность. Мы рекомендуем не выходить в это время на лед, на зимнюю рыбалку. И еще о происшествиях. Вчера между 15 и 16 часами возле стадиона ЦСКА на улице спортивный пожилой мужчина погиб на железной дороге. Удивительно, столько людей ежедневно гибнет на дорогах нашего региона, но не заметить приближение поезда, что-то из ряда вон выходящее. Хотя переход в районе остановки спортивная очень коварен. Поезда появляются из-за крутого поворота, поэтому человек с замедленной реакцией пожилой или под воздействием спиртного может и не успеть среагировать на быстро приближающийся состав. Пожалуйста, говорим вслед за правоохранителями и спасателями, будьте осторожны. Но самое удивительное приключение выпало на долю рязанских дорожных полицейских. Уж кажется, ничто не может удивить в этой жизни офицера ГИБДД. Сам он чаще всего и есть источник водительского изумления. Откуда же вы беретесь-то? Ведь не было тут поста. Никогда не было. Ну или что-то в этом роде. А тут уж случилось так случилось. С подробностями удивительного приключения рязанских инспекторов Олеся Харлина. На Дягиревском посту ДПС бывало всякое, но чаще сотрудники останавливают водителей. В этот раз понервничать пришлось им самим. К экстренным родам их не готовили, признаются старший лейтенант полиции Дмитрий Зубков и лейтенант Алексей Петриков. На работе эмоциям не место. Кажется, они только с вопросами прессы поняли, что стали первыми в Рязанской области, кто прямо на посту принял участие в появлении на свет новой жизни. Примерно где-то часов в пять вечера со стороны Москвы подъехал Белый Газель. Ко мне подбежал мужчина и сказал, что у меня рожает жена. Не могли мы побыстрее вызвать скорую. После чего я позвонил на пост старшему поста Зубкова Дмитрия Николаевича. Попросил, что побыстрее скорую сюда пришлите. После чего машина Газель подъехал сюда на пост. Впоследствии на посту здесь все это происходило. Где и разошли женщина, где родила мальчика. Больше всех в этой ситуации перенервничал папа-младенца, но держался молодцом. Мамочку сотрудники ДПС укрыли светоотражающим жилетом. По словам счастливой мамы, родившийся малыш уже четвертый ребенок в семье. Если верить в приметы, свою профессию он уже выбрал. Да, чего только не случается на российских дорогах. Но, к сожалению, чаще всего транспортные ЧП банальны и страшны. Ситуация номер раз. Один решил, что здорово ездит, а все остальные лохи. Лихачество, затем трагедия. Ситуация номер два. Поддал человек, да и потянул за руль. И ситуация номер три. Права есть, а водительского опыта никакого. Теперь к этим, как говорят спортсмены, стандартным положением. Добавилось еще одно. Водитель, гастарбайтер. Русский язык не знай, правила не понимай. И ведь таких немало. Для того, чтобы хотя бы как-то навести порядок в этом водительском иностранном легионе, российские власти распорядились привезти гастарбайтеров на дорогах к общему знаменателю. А именно, обязать их сдать экзамены на российские водительские права. Как с этим обстоят дела сейчас, выясняла сегодня Оксана Тебенихина. В скором времени водители-мигранты обязаны будут обзавестись российскими правами. Такие меры, по мнению законодателей, помогут минимизировать количество ДТП с их участием. Тем более, что сейчас чаще всего именно гости нашей страны управляют пассажирскими транспортными средствами. А количество мигрантов за рулем растет пропорционально количеству аварий. По этому поводу мы решили побеседовать с основателем одной из первых негосударственных аптошкол в стране Вячеславом Галкиным. Если брать вот этих людей, которые к нам приезжают по конвенции, мы тоже можем ездить в странах, где они там работают, можно, нельзя с нашими правами. Это я не изучал вопрос. Но, естественно, надо знать местные правила, какие-то изменения. Конечно, надо их пройти, подготовку. Но, опять-таки, не одних их, как говорится. Надо всех тогда переподготавливать и переучивать, чтобы все были равны. По мнению Вячеслава Александровича, проблемы водителя-мигрантов, как таковой, не существует. И если уж этим товарищам придется сдавать экзамен, то и нашему брату не будет лишним вспомнить о правилах дорожного движения. Сейчас неважно, кто за рулем, зарабатывает деньги он или не зарабатывает деньги. Он просто должен знать правила и их соблюдать. А вообще, большинству приезжих граждан стоило бы для начала выучить русский язык. Но это, видимо, до сих пор второстепенный фактор для наших владельцев маршруток и начальников автопарков. Но больше всего проблем на дорогах создают все-таки пьянчуги. Об этом не устают говорить дорожные полицейские. Об этом же свидетельствуют сводки происшествий. Что называется, вдогонку. К первому сразу и второй материал Оксаны Тебенихиной. В выходные дни рязанские сотрудники ГИБДД, как правило, усиливают контроль за ситуацией на дорогах. Именно в этот период потерявшие бдительность и уставшие после рабочей недели водители попадаются за самым страшным дорожным нарушением – за пьянством. В последний рабочий день и прошедшие выходные дни с сотрудниками Госавтоинспекции Паризанской области проводились рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в ходе которых выявлен 71 факт управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще пять водителей отказались от прохождения свидетельствования на данное состояние. Я не хотел за руль садиться, просто хотели просто в машине погреться, не было бензина. Хотели доехать по дворам, дойти с канистры, заправиться. А водительское удостоверение у вас имеется? Нет, нет. А почему тогда сели за руль? Не знаю, не за руль. Думал, потихоньку доеду, все будет нормально. Машина кому принадлежит? Мне. И ведь в большинстве своем попадаются взрослые люди. Молодежь либо хитрее, либо просто не увлекается выпивкой за рулем. Годы идут, времена меняются, а мы все никак не можем понять простую истину. Правила дорожного движения написаны кровью. Кстати, сегодня наша съемочная группа находилась на Дягилевском посту ДПС. И вот, в кавычках, удача. Именно в этот момент сотрудники ГИБДД остановили водителя самой что ни на есть восточной внешности, который прямо на камеру сообщил, что он находится под влиянием психотропных веществ. Судя по движениям мужчины, это сильный стимулятор. Я сам остановился ни здесь, ни у вас. Остановился на московском. Ты остановился почему? Я остановился, потому что я не знаю, почему. Да может, чуть не изглубь женщина, правильно, на пешеходном переходе. Я не знаю, что со мной было. Не снимайте меня, пожалуйста. Не знаю. Я говорю, что я по психотропным наркотикам. Ну так положено. Вы говорите. Вы сейчас доктор подтвердит это ваше. Может, у вас не покажут ничего? Я не знаю. Покажут, не покажут, но я под психотропным наркотикам. Из официальных известий стоит отметить информацию о встрече рязанского губернатора Олега Ковалева и вице-президента Сбербанка России Игоря Артамонова. На встрече обсуждалось сотрудничество Рязанского региона и крупнейшей российской кредитно-финансовой организации. По словам Ковалева, он удовлетворен теми взаимоотношениями, которые сложились между Рязанской областью и Сбербанком. Как известно, он поддерживает многие региональные проекты в аграрном секторе и промышленности. А в свою очередь Игорь Артамонов заявил, что объемы кредитования в Рязанском регионе будут увеличиваться. О другой встрече губернатора сообщил «Газпром Инвест Восток». Олег Ковалев и руководитель «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу. Начальство обсуждало ход выполнения соглашения о сотрудничестве. Было отмечено, что в 2002-2013 годах «Газпром» направил на газификацию Рязанской области более 3 миллиардов рублей, обеспечив строительство 43 межпоселковых газопроводов. Уровень газификации нашей области к началу этого года достиг почти 90%. К другим темам. Как известно, вчера на заседании Совета по спорту российский президент Владимир Путин сообщил о подписании указа о возрождении системы ГТО. Название советского проекта, которого мановением руки главы России вызывают к жизни из далекого прошлого, также сохраняется «Готов к труду и обороне». Пока спортивные функционеры обдумывают, как же это все наследие будет теперь выглядеть, проводятся плановые физкультурно-спортивные мероприятия. Текучку никто не отменял, тем более, что не такая уж она и скучная эта текучка. Например, вскоре в Рязани начнется ежегодный проект «Неделя здоровья», рассказывает Глеб Галушкин. «Неделя здоровья» в Рязани начнется 7 апреля. Этой весной она приурочена, разумеется, к победным для России сочинским Олимпийским играм. Для детей пройдут веселые старты, также предусмотрены соревнования между школами по командным играм, а кроме этого для теоретиков и спортивных эрудитов тематические викторины. Наш город уже в течение 19 лет, с 1995 года, принимает участие активно в реализации этого громадного проекта «Всемирный день здоровья». В течение этих лет все больше и больше организаций присоединяется к участию и проведению спортивных мероприятий в рамках этого дня. В 2014 году 34 мероприятия запланировано на проведение декады здоровья, которая предшествует Всемирному дню здоровья. И мы планируем, что более 3000 жителей города примет участие в этой декаде. Ну и, наконец, самый очаровательный репортаж выпуска. Во всяком случае, с этим должны согласиться все наши зрители мужского пола. Так называемая группа обеспечения праздничных мероприятий Рязанской академии Федеральной службы исполнения наказаний пополнилась. Теперь этот взвод состоит из 24 курсантов. Ну а теперь подробности этого маловыразительного на первый взгляд сообщения. Дело в том, что речь идет о команде девушек-барабанщиц. Тех самых, что так замечательно маршируют со своими барабанами в своих белых сапожках и головокружительной длины юбочках. Теперь у них новые костюмы, которые барабанщицы не замедлили показать нам и, соответственно, всем зрителям программы. В целях обеспечения торжественных мероприятий в академии было создано несколько групп. Одной из таких групп является оркестр, взвод почетного караула, ну и, безусловно, взвод барабанщиц, который является сегодня одной из визитных карточек академии, федеральной службы. Но мы надеемся, что и Рязани, и Рязанской области. Обыкновенные курсанты передают эстафету друг другу вот уже на протяжении семи лет. Красочные костюмы, кстати, в этом году обновленные благодаря администрации города, улыбающиеся лица и, конечно же, атмосфера праздника, которая чувствуется даже на репетиции. По словам участницы ансамбля, тренироваться нужно долго и упорно, а военная подготовка и привычная дисциплинированность сильно в этом помогают. Девчонки – яркое явление в нашем городе. Если до сих пор не видели их выступление вживую, совсем скоро можно будет это исправить. Самое главное, как оно было всегда у нас в главном нашей академии, это День Победы. Мы готовимся, уже начали готовиться. Хотим показать что-нибудь новое, интересное. Прекрасное зрелище, что и говорить. Теперь будем ждать ближайших праздников, чтобы насладиться мастерством барабанного взвода Академии ФСИН. А на сегодня все, но расстаемся мы ненадолго. Через несколько минут встретимся вновь в студии программы подробностей. Сегодня у нас обещал быть заместитель, руководитель управления информационных технологий областного Минпрома Тимур Морозов. Так что ждем новых известий о внедрении в регионе IT. И до скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»